Добро пожаловать на мой канал. Сразу прошу прощения говорить, я буду очень-очень быстро. И внизу видео я напишу, почему я говорю в этом видео очень-очень быстро. Итак, хочу вас познакомить с брендом от Плацентформулы, если кто-то не знаком. Сейчас я прохожу курс восстановления и лечения волос. С этой маркой я знакома давно. И покупаю я эти ампулы и летом, и весной, и осенью, в зависимости от моего желания. Очень-очень нравятся эти ампулы. Действительно, самый лучший детственный продукт по уходу за волосами. Мне эти ампулы очень помогают. И эти ампулы идут в наборе 12 штук, 6 штук и 2 ампулы. Можно купить ампулы в любом наборе. И я уже прошла курс от выпадения волос. Очень нравится. Эти ампулы не содержат ни масел, ни кармона. И эти ампулы могут применять и детки, и беременные женщины. И сейчас у меня ампулы Ботаника. Их можно использовать, кто окрашивает волос, добавлять прямо в краску. И если даже кто-то не красит волос, по уходу за секущимися волосами, за восстановлением структуры волос. Очень-очень нравятся эти ампулы. Я их очень люблю. Они не загрязняют волос. Действительно, волосы очень блестят, очень ухожены. И также с этими ампулами нужно обязательно использовать шампунь от марки Плацентформула. Тоже огромное количество линейкой для чувствительной кожи головы, для окрашенных. У меня сейчас для объема очень мягкий шампунь. Волосы очень блестят после него. Очень приобретают ухоженный вид. И, кстати, лечит волосы. Очень люблю этот шампунь с приятным ягодным ароматом. И также у меня линейка проф, линейка итальянская. Я подробно написала о ней в своем блоге. Тоже очень нравится. Это шампунь у меня для сухих волос и бальзам. И также у меня есть еще спрей. Спрей-крем, по-моему, Сталинг. Очень нравится. Бальзам очень мягкий. Тоже, в принципе, меня все устраивает. И шампунь для сухих волос. У меня будет такой шампунь, укрепляющий мне. Он очень помог восстановить волосы, укрепить волосы. Этот шампунь для сухих, он немножечко утяжеляет волосы. И волосы у меня отрезнятся. Так как у меня корни жирные, а середина волос у меня достаточно сухие. И, в принципе, я его использовать не буду. Я его подарю. А так, в принципе, он очень мягкий, очень хорошо промывает и с приятным ароматом. И далее я уже отошла от органики. Заканчиваю свой шампунь от Натуры Сибирики. Тоже очень нравился в свое время. Очень тоже мягкие, послушные, блестящие волосы. И также это такой бюджетный вариант. Но, в принципе, очень хороший шампунь. И именно после двух месяцев использования я увидела результат, что волосы очень живые, очень мягкие, эластичные. Очень-очень нравится безумно. Поначалу может не понравиться, но по истечению какого-то времени очень-очень нравится. Шампунь с приятным тоже ароматом. Разные тоже серии есть и восстанавливающие, для окрашенных волос. Далее я сейчас использую витамины Аллатон. Закончила витамины применять от марки Фитовал и перешла на Аллатон. И с этими витаминами тоже я знакома. И они действительно улучшают состояние ногтей. У меня улучшилось состояние. В принципе, ногти стали расти быстрее. Волосы тоже помогли мне решить проблему по ходу за волосами. Тоже укрепились волосы благодаря этому комплексу. Очень-очень люблю. И также я еще покупала спрей Аллатон. Но спрей немножечко загрязняет корни волос. В принципе, рост... Заметила я результат, что рост усилился. В принципе, хорошо начали расти волосы. Волосы тут травки разные, плацент, фито, сафора японская, ростниковые листья березы, корень лопуха, листья крапивы. Но немножечко утяжеляют мои волосы. В принципе, брать я его больше не буду. Также у них отличные шампуни и бальзамы. Но витамины, как на мой взгляд, это лучшее. В принципе, нужно применять комплексно. Но я применяю сейчас просто витамины. Далее у меня появились две палетки от Makeup Revolution. Очень хвалили их американские бьюти-блогеры. Говорили, что отличное качество. В принципе, очень красивые оттенки. И я, в принципе, думала, что эти палетки будут похожи качеством на Moa Makeup Academy. Вот такую палетку. Здесь замечательное качество. Это London. Отличная палетка. Хорошее качество. Пигментированные, эластичные, мягкие, хорошие тени. Очень они мне нравятся. И я думала, что вот эти не будут отличаться качеством. К сожалению, эти тени мне не очень понравились по качеству. Они суховаты. Они капризные. Ложатся на разные базы по-разному. Опять же, с разными кисточками. Кисточки, допустим, с натуральным ворсом или с искусственными. Они очень-очень капризные, эти тени. И, в принципе, я всегда справлялась даже с самыми дешевыми кисточками, с дешевыми тенями. Но эти для меня темные оттенки еще ничего. Вот в этой палетке, допустим, палетка Iconic. Здесь очень красивые оттенки. Очень напоминает на Naked 3. Очень-очень красивые тени. Некоторые осыпаются, сыпятся, подчеркивают все недостатки. Очень нравятся вот эти темные оттенки. Очень красивые. Ну, в принципе, ну, качество оставляет желать лучшего. И также у меня от этого бренда хайлайтер. Вот хайлайтер порадовал больше. Он пигментированный. Тоже в таком красивом, золотистом, можно так сказать, цвет шампанского. Золото. Тоже очень-очень хороший хайлайтер. Он меня, допустим, порадовал больше, чем тени от этого бренда. Далее туши. Приобрела я себе вот такую тушь от L'Oreal. И осталась вообще недовольна именно этой тушью. Вот такая большая щеточка. Очень тушь, как вам сказать, она очень быстро засыхает. Реснички она делает объемные, она удлиняет. Но в то же время качество, конечно, оставляет тоже желать лучшего. На месяц ее не хватает. Она засыхает. И реснички какие-то сухие с ней. Она какая-то... Это тушь с какой-то такой вот формулой. Мне не очень нравится. В принципе, туши L'Oreal отличные другие линейки. А это, конечно, такой вот тушь. И я Миллион Лаша с волею не буду покупать. Мне она не понравилась.